Приветствую тех, кто смотрит мой канал. В этом видео речь пойдет о скандинавской настольной игре, именуемой Хнифатафол, первые упоминания о которой датируются III веком н.э. В эпоху викингов игра распространилась в Гренландии, Исландии, Уэльсе, Британии и, возможно, даже появилась в Киевской Руси, где она именовалась Тавлеей. При раскопках были обнаружены доски с нечетным количеством полей, размер которых начинался от 7 на 7 и заканчивался 19 на 19 клеток. В качестве материала использовалось дерево. Для изготовления фигур использовали янтарь, дерево, кость, а также камни. Из таверных правил игры Хнифатафол на данный момент не сохранилось. Есть предположение, что в некоторых версиях использовали кубики. По расположению фигур сразу можно понять, что черная и белая сторона имеют разные задачи в партии. Грубо говоря, это имитация окружения. Главная задача черных – окружить конунга противника. Задача белых – вывести конунга в одну из четырех сторон. Фигуры Хнифатафли передвигаются следующим образом. По вертикали и горизонтали на любое количество клеток, за исключением боковых и трона. Такая привилегия существует только у конунга. То есть он может также передвигаться в любую сторону, по горизонтали и вертикали. И в случае победы он встает на одну из четырех крайних клеток. Фигуры в Хнифатафле не могут перепрыгивать друг через друга. Взятие пешек происходит следующим образом. Когда фигура окружается с двух сторон. В партии это выглядит вот так. Можно за один ход взять и большее количество пешек. Но это сделать сложнее. Вот в такой позиции можно взять две пешки. То есть получается окружение происходит следующим образом. Мы передвигаем фигуру вот на это поле и видим, что черные окружены. Есть способ взять и большее количество пешек врага. Но это происходит крайне редко. В таком случае конунг должен быть расположен где-то в другой части доски. Трон должен быть пустым. Когда трон пустой, считается, как будто бы здесь находится еще одна фигура. И вот в такой позиции можно взять три пешки. То есть вот таким ходом получается эта фигура окружена, эта фигура окружена и эта фигура тоже окружена. Забирается сразу три. Но такое происходит крайне редко. Также, если, например, фигура расположена следующим образом, не защищена другой пешкой, трон остается пустой, вы делаете вот такой ход и также можете забрать ее. Есть еще один момент. Боковые клетки, то есть крайние вот эти, куда может пройти конунг, тоже считаются как фигура. То есть, грубо говоря, если вы хотите сбить пешку противника, вы делаете вот такой ход и забираете ее. То есть, вражеская фигура должна находиться рядом с угловой. Вот таким образом. Если, например, она расположена здесь, естественно, ее надо будет окружать вот так, с двух сторон. В хнифатафле разрешается делать следующий ход. Фигуры противника, например, расположены вот таким. Вы можете сходить вот на это поле, и в этом случае ваша фигура не будет выбиваться. Чтобы соперник ее мог выбить, ему будет необходимо сделать два хода. То есть, сходить, например, вот сюда и вернуться. Тогда он ее сможет выбить. Если же вы сделали вот так ход, а соперник, например, не заметил вашу затею, ну и сходил, грубо говоря, вот сюда. Вы можете следующим ходом съесть пешку соперника. Рассмотрим следующую ситуацию в партии. Окружение конунга. Достичь этой цели можно несколькими способами. Давайте рассмотрим их. Первый способ. Окружение с четырех сторон. Второй способ. Если рядом с конунгом стоит одна из его фигур. Третий способ. Конунг должен быть расположен на одной из крайних сторон доски. То есть, вот эти линии. Раз, два, три, четыре. Естественно, за исключением боковых клеток. То есть, например, конунг расположен следующим образом. Получается, он окружен с трех сторон пешками. И здесь край доски. Победа присуждается в этом случае черным. Есть еще вот такой метр. Окружение. Также победа присуждается черным. Для примера сейчас сыграю две быстрые партии, где буду делать не совсем логические ходы, чтобы показать, как выглядит победа в разных случаях. Всегда первый ход остается за черными. Деяномы. К Белый конунг добрался до цели, партия осталась за белыми. Белый конунг добрался до цели. 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 Белый конунг окружен, победа за черными. Если вам интересны другие правила игры в нефатах, вы можете установить одноимённое приложение в Play Market в Android и узнать о них более подробно. Для этого устанавливаете само приложение, заходите в раздел «Локальные игры», выбираете себе соперника, от лёгкого и заканчивая сложным выбираете сторону, а также выбираете правила игры. Здесь их очень много. В игре «Нефатафол» хорошим тоном считается сыграть две партии – за чёрную и за белую стороны. В случае ничьи подсчитывается количество съеденных фигур. Победивший считается та сторона, которая завладела большим количеством вражеских фигур. В случае вопросов – пишите комментарии. С радостью отвечу на них. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Буду вам очень признателен. Спасибо за просмотр и всего доброго.